Алё, привет! Ты меня слышишь? Короче, слушай, я знаю, о чём следующий ролик писать. Это не проходняк какой-нибудь, не индюха, не. Ты слышишь? Надо точно рассказать про новый Far Cry. Ну и что, что релиз назначен на 15 февраля следующего года, это же уже скоро. Тем более, трейлер мы уже видели, несколько кусочков геймплея заценили, послушали комментарии разрабов, мало что ли? Достаточно, чтобы впечатление составить и себе, и зрителю. Это будет бомба, ты слышишь? Сам посуди. На тропическом острове в Микронезии Far Cry был дважды. В жаркой африканской саванне был. На заснеженных горных хребтах и в цветущих долинах Тибета был. В каменном веке был за 10 тысяч лет до нашей эры. Мамонты там, кошки саблезубые, ну помнишь? Луки да копья. Потом в американской глубинке с их тупыми и агрессивными редноками и упоротыми сектантами. Я думал, в следующий раз в космос полетим там, ну или ещё чё. А тут хоба! Постапокалипсис! Прямое продолжение Far Cry 5! Постап как жанр, каким бы заезженным он ни был, даёт развернуться. Ну а для Far Cry это ж вообще новинка та ещё. Алё, ты слышишь, нет? Ну чё мне за текст браться? Время не ждёт, кто-нибудь за нас сделает сейчас. Ну, молчание знак согласия, да? Короче, я приступаю, слышь? Алё! Алё! Ничего не понял. Он чё там молчал-то? Микрофон проглотил там, что ли? Да... О, вы тут уже? А подслушивать-то нехорошо! Ну ладно, значит вы уже в курсе, о чём этот ролик. Да и кое-чего в общих чертах в голове успели прикинуть себе. Поэтому просто без прелюдий перейду к деталям. А со своим коллегой я потом разберусь. Погнали! Сходу бросается в глаза новый визуальный стиль. Совсем не похожий на тот постапокалипсис. Тысяча и один раз знакомый нам по играм и фильмам. Вся эта грязь и серость, к которой мы так привыкли, где они? Мы их тут не увидим. А таки шо мы увидим? Настоящее буйство красок! Триумф природы над последствиями ядерного фейла человечества. Far Cry всегда была яркой игрой, не так ли? Но такой ещё нет. Вновь, как и в случае с Primal в названии игры, мы не видим циферок. А видим обнадёживающее словосочетание New Dawn. Новый рассвет. И не случайно, так как события игры происходят спустя 17 лет после ядерной бомбёжки, которая прогремела в финале пятой части. Мир переболел, выздоровел и вновь расцвёл, давая новую надежду людям. Новую надежду и новые опасности. Во-первых, мутанты. Порождённые радиацией и каким-то наркотиком под названием блажь. Да-да, мутанты. Но это вам не сталкеры, не фоллаут. Здесь вроде как не будет всякой жуткой гнуси. Двухголовой, халкой и зомби подобной, невидимой, способной к телекинезу или контролю разума. Некоторых даже можно будет приручить и использовать как компаньонов, наверное. Но всё же мутанты. И кое-кто из них, несомненно, будет агрессивен и опасен. Имейте в виду, будет ли таить в себе опасность местная видоизменённая флора? Встретятся ли сильно радиоактивно фонящие локации? Пока не ясно. Но очень может быть. Во-вторых, уничтоженный в ядерном апокалипсисе государственный строй неизменно породил, что называется, новый мировой порядок. Люди разбились на общины, кланы, банды, местные рейдеры, именующие себя Хайвэймен. Не заморочились, блин, с названием. Переводится как «разбойники с большой дороги». Отнимают у мирных соседей всё, что захотят. Точнее, всё. А что отнять не удаётся, без жалости и сожаления уничтожают. Воплощая собой главный принцип мудака. Ни себе, блин, ни людям. Верховодят в этой кодле две сильные независимые женщины. Сёстры-близняшки, да ещё и афроамериканки. Комбо, блин. Слушайте внимательно, кролички. Вы должны кое-что понять. Главное в этом мире — сила. Мы заберём у вас всё. И начнём с дома. А если не сможем забрать... Разрушим. Интересно, ну, боюсь спрашивать. Они вот, это, ну, не лез бы случаем в придачу. То есть сейчас ведь сценарист игры, кстати, тоже женщина. Что ожидаемо. Её зовут Оливия Александр. Оливия Александр. Пу-пу-пу. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Релиз игры состоится уже в конце января. Ссылка на видео вот тут, а мы продолжаем. Так вот, близняшки Микки и Лу получили свой бизнес в наследство от папашки. Впрочем, как получили? Отжали, замочив родственничка, когда тот стал проблемой. Эх, ну ничего святого у этого подрастающего поколения. Кроме новых персонажей, встретятся нам по сюжету и хорошо знакомые, ведь игра прямое продолжение предыдущей, да и место действия в ней то же самое. В геймплейном ролике, опубликованном IGN, мы уже успели увидеть пастора Джерома Джеффриса, которого требуется освободить из заложников вышеописанной бандитской группировки. А в комментариях к трейлеру креативный директор проекта Жан Себастьян Декант, прикольный, кстати, малый, намекнул, что их там гораздо больше. Разработчикам понравилась идея показать, кто же из старых знакомых смог выжить и как их это изменило. Причем вопрос, кого оставить в живых, по признанию Деканта вызвал в студии нешуточные дебаты. Интересный момент. Символы церкви Иосифа Сида в геймплейном трейлере засветились. В основном сюжетном трейлере засветился и он сам. Я привел нас в новый мир. Но вот будет ли персонаж в самой игре? Тот еще вопрос, ответ на который будет интересен многим. Наверняка удастся побывать в знакомых местах, отсылок явно будет дофига. Но разрабы обещают, что все это будет совершенно новый опыт, новый взгляд. Как для игрока, так и для протагониста, который по замыслу сценаристов в округе Хоуп впервые. Хотя, несмотря на все эти заверения авторов о тотальной переработке геймплея, локации и так далее, Некоторые геймеры, как всегда, настроены скептически. Обвиняют Юбисофт в самокопировании, лене. И даже в том, что они, дескать, должны были Нью Дон включить в качестве DLC в сезонный пропуск Far Cry 5. Эх уж мне эти скептики диванные. Все ты им бесплатно отдай. Безусловно, появятся новые компаньоны, среди которых милая собачка японской породы Акито. Куда ж нам в постапе без собачки? Нечего и соваться! Перед тем, кому полюбился песик из прошлой части, авторы мило развели руками и извинились, так как, ну, простите уж, 17 лет для собаки это серьезный таки срок. Песик, пф, и сдох. Союзникам, кстати, можно будет отдавать команды. Противостоять же нам будет всякая панкота расписная. Подстать яркому окружению. Порадовал собой Арсенал. Чего только стоит арбалет, который изображен в руках антагонистки на постере игры. Собранный из деталей мотоцикла и стреляющий дисками, которые еще и рикошетят. А самодельные обвесы на оружии. На вроде глушителя из баллона спрея, какой-то кустарной оптики из водопроводной трубы. Штык-нож, кажется, сделанный из половинки швейных ножниц. Кстати, наличие в игре последнего вызвало у нас буквально восторг. Ибо штык-нож для Фар Края это что-то новенькое. Да и вообще круто. Если бы на нем еще кровь оставалась, было бы вообще шикарно. И все это великолепие из говна и палок соответственным образом прикручено шурупами, притянуто обыкновенными металлическими пластиковыми стяжками, примотано изолентой и веревками. Вот за дизайн прям сразу пять. Из пяти, конечно. Прям вот то, что нужно для такого сеттинга. Среди транспорта также ожидаются новинки. Например, в расширенном издании игры обещают доступ к мотоциклу с коляской. Ядерный катаклизм изменил не только ландшафт, флору и фауну, не только быт и нравы населения, но и атмосферу самой игры, но сохранив при этом жанр и узнаваемый стиль серии Фар Край. Авторам удалось отойти от постапокалиптических клише, не изменив своим принципам, чему мы безмерно рады и с нетерпением ждем выхода этого невероятного воплощения безумного Макса в кислотных тонах. А с вами прощаемся, до новых встреч в новых видео. А, стойте, стойте! В преддверии этого релиза советуем пересмотреть наш обзор Фар Край 5. Ну, освежить, так сказать. А тем, кто не играл, ну, тем более, пробелы восполнить. Ссылка снова тут и в описании. Ну, и вот теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok